В век беспроводных технологий в некоторые районы края ещё не пришла цивилизация. Но люди не остались без внимания. «Министерством территориального развития в рамках средств, выделенных из резервного фонда Забайкальского края, было закуплено 8 дизельных установок, которые обеспечат энергоснабжением. Населённые пункты, не обеспеченные централизованным энергоснабжением. Мощность этих источников от 30 до 200 киловатт». Всего в Забайкальском крае таких населённых пунктов 23. Их потребность в электричестве невелика. В большинстве сёл живёт всего несколько сотен человек. Самая маленькая электростанция отправилась в село Семиозёрье Красночайкойского района. Там всего 17 жителей. А самая мощная станция, способная вырабатывать до 200 киловатт, отправилась в село Кокталга Газимура Заводского района. «В данный момент получаем дизельные электростанции мощностью 100 и 200 киловатт, предназначенные для выработки электроэнергии в сёлах Кокталга и Будемкан Газозаводского района. Данные сёла находятся на приграничной территории. Централизованного электроснабжением не обеспечены. Данные электростанции позволят повысить эффективность выработки электроснабжения в данных населённых пунктах. На данный момент там имеются электростанции, выработавшие свой ресурс». Дизельные электростанции рассчитаны на двухлетний срок службы. Содержать их невыгодно, а подключать к электросети мелкие отдалённые сёла нецелесообразно. Поэтому в будущем будет рассматриваться возможность перехода на альтернативные источники электроэнергии. «Есть потребность развивать в будущем, уйти от дизельных агрегатов практически полностью. Хотим использовать на основе возобновляемых источников энергии Солнца, использовать строительство АГЭУ автономных гибридных электроустановок, которых полностью обеспечит электричеством 24 часа в сутки и в будущем сократит расходы на содержание дизельных агрегатов на топливо, на масло и тому подобное». Виктор Соловьёв, Иван Тимофеев, Анатолий Мишаков, ЗАПТВ.